Сегодняшний выпуск информационной программы события практически полностью посвящен торжествам в честь Дня города и района, которые проходили в течение трех дней с 3 по 5 июня. По доброй традиции в День Славянского района и города Славянска-на-Кубани глава района Роман Сенеговский провел торжественный прием земляков, которым присвоено высокое звание почетных граждан города и района. Славянский район стал судьбой для многих, для тех, кто здесь родился и прожил всю жизнь, кто приехал сюда, чтобы здесь работать, создать семью и растить детей, своим трудом строить настоящее и будущее нашей малой родины. Славянск-на-Кубани стал родным и для Владимира Юрченко, секретаря горкома КПСС с 1974 по 1982 год, заслуженного работника сельского хозяйства Кубани, награжденного Орденом Дружбы Народов, а также двумя орденами Трудового Красного Знамени. Славянск-на-Кубани – это моя вторая родина, малая. Понимаете, я здесь отдал 10 лет работы. Это самый лучший мой район, любимый район, потому что здесь очень добрые люди, очень порядочные люди. Владимир Юрченко был в числе приглашенных на торжественный прием главы района. Обращаясь к собравшимся, Роман Синеговский отметил, что из года в год наш район вписывает в свою историю именно тех, кто с любовью прославляет его добрыми делами. «Приятно, что в Славянском районе есть добрая традиция. Уже, по-моему, пятый год мы собираемся таким кругом. Работники исполнительной власти, руководители прошлых лет, почетные граждане подводим на итоги года, празднуем праздник наш любимый день города и района». Среди приглашенных на прием – Василий Соляник. Он много лет проработал в Славянске-на-Кубани. Был первым секретарем Славянского горкома ВЛКСМ, секретарем горкома КПСС в 1982-1985 годах. Награжден двумя орденами, знак почета и медалью за трудовое отличие. «Для меня сегодня праздник. Я очень рад землякам, что они всегда меня приглашают, всегда ко мне относятся по-человечески все, без исключения». Во время общения на приеме почетные граждане поделились мнениями об экономическом и социальном развитии района, внесли предложения по вопросам дальнейшего благоустройства районного центра и сельских поселений, отметили эффективную работу местной власти по развитию спорта и дошкольного образования в районе. Для всех приглашенных торжественный прием – это встреча старых друзей, где можно вспомнить былые времена, подвести итоги своей трудовой деятельности, а также поделиться планами на будущее. «Для меня это ностальгия, которую переживают очень многие, которые уезжают с того места, где они прожили всю свою сознательную жизнь. Здесь я училась, здесь я вышла замуж, здесь становление моей профессиональной деятельности произошло, здесь у меня внуки, дети появились, поэтому, конечно, я приезжаю сюда с чувством подъема, окрыленности, что я еду на свидание со своей юностью, со своей молодостью. Это, конечно, всегда очень здорово, это вдохновляет, и я вот этих встреч я всегда очень-очень жду». Перед участниками торжественного приема выступал народный самодеятельный мужской ансамбль «Самородок». Роман Синеговский поблагодарил почетных граждан за большой трудовой вклад в развитие района, за готовность делиться богатым жизненным опытом и учить сегодняшних руководителей и специалистов работать на совесть и на результат. В завершении торжественного приема его участникам были вручены памятные подарки. Надежда Неткочева, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».